с нашим первым гостем. Это украинский журналист Дмитрий Гордон. Здравствуйте. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, сегодня пишут в комментариях, жаль, что Вадима нет. Да, мне тоже очень жаль, но ничего страшного. Я постараюсь его заменить во все свои навыки. Очень много вопросов вам заранее пришло в нашем телеграм-канале и в личные сообщения. Но я, пожалуй, начну с немножко общей темы по поводу именно Украины, потому что несколько, скажем, месяцев назад было много статей, было много новостей, вопросов про то, что происходит в Украине во власти. Были какие-то тайные источники о каких-то конфликтов, была отставка заложного. Ну, понятно, что Алексей Арестович уже продолжительное время работает в оппозиции. В общем, мой вопрос вам. Как вам видится изнутри, насколько сплочённа сейчас украинская власть, насколько она готова противостоять новым вызовам, потому что мы видим, что Россия снова военно наступает, стягивает силы. В общем, как вы насмотрите на эту ситуацию? Ну, безусловно, Артём, и внутри украинской власти, и снаружи украинской власти есть люди, которые имеют разные точки зрения. Это совершенно нормально. Если взять просто обычную семью, и в семье разные точки зрения бывают на вопрос, например, как нам провести лето. Интерполируем это, как дальше вести военную кампанию? Естественно, разные точки зрения. Как дальше быть с экономикой? Естественно, разные точки зрения. Но сегодня в Украине нет такого, что люди, политики или не политики, начинают рвать одеяло на себя, забывая о главном. А что же главное? А главное — это война, это борьба с фашистской Россией во главе с этим кровавым уродом Путиным. И здесь ни у кого из представителей украинской власти нет разногласий. И я всё время говорю, не нужно выносить свои особые мнения и разные точки зрения на публику. Нужно внутри коллектива, если мы власть возьмём за коллектив, решать эти вопросы и помнить, любые шатания, любые колебания пойдут на пользу Путину и во вред Украине. Поэтому повестка дня у нас одна — война и победа. Но я правильно же понимаю, что победы на военном поле. То есть вопрос переговоров, потому что мы слышали и Папу Римского, и Эрдогана, и Арестович, опять-таки, он периодически предлагает поговорить, договориться. Но у большей части Украины это не вариант. Ну, вы перечислили очень серьёзных людей. И Папа, и Эрдоган, и Арестович — это такое триоударное, я считаю, мирового класса. Но существует ещё и Украина, и вы поймите, у нас нет сегодня даже платформы для переговоров. Её не может быть, пока русские имеют определённый тактический перевес на поле боя. К переговорам нужно приходить с чем-то. Нам пока к переговорам приходить не с чем, потому что на части наших территорий находится брак. Он там плотно окопался, он занял оборону. И пока он там, и пока у нас нет того вооружения, которое нам необходимо, а я имею в виду дальнобойные ракеты «Атакамсы Таурус» и самолёты F-16, нам всего осталось три наименования, которые нам необходимы для победы над врагом. Я их только что перечислил. Вот пока у нас их нет, и пока мы ими не пользуемся, говорить о каких-то переговорах бессмысленно. И мы о них не говорим. Ну вот я хотел, собственно, перейти к вопросу вооружения и в глобальном смысле помощи западного мира. Потому что вот буквально, мне кажется, вчерашняя эта новость, или даже сегодняшнего утра, про то, что Владимир Зеленский сказал, что французские солдаты нам не нужны. Нам не нужно, чтобы солдаты других стран погибали здесь. Помогите нам инструкторами, вооружением, финансами. Но солдаты не нужны. Почему такая принципиальная позиция, что нет, мы справимся своими силами именно в плане людского ресурса? Ну мы, безусловно, справимся своими силами, потому что сейчас идёт другая война. Это не пехотная война образца 1914 года, когда люди сидели друг напротив друга в окопах и стреляли без устали. Это война, когда сравнительно небольшое количество людей может обеспечить удары по стратегическим объектам России. Ну когда прилетает в нефтеперерабатывающий завод, для этого же не нужен полк, бригада, армия, фронт. Нет, всё иначе, всё изменилось. Поэтому у нас существует достаточное количество хорошо обученных людей, которым нужно только одно — оружие. Оружие. И французские солдаты и другие солдаты нам не нужны. Зеленский совершенно правильно всё сказал. Нам нужно высокоточное, стратегическое. И я имею в виду стратегическое, не подумайте, что стратегические ракеты. Я другой смысл вкладываю в это слово. И высокотехнологичное оружие. Потому что когда на поле боя сталкивается отсталая Россия и прогрессивные в техническом, в том числе, компоненте страны НАТО, исход битвы этой ясен и предрешён. В телеграм-канале нас спрашивают, как вы оцениваете отказ Елены Зеленской от приглашения президента США Джо Байдена на встречу? Потому что, казалось бы, США — это главный по масштабу и по вложениям союзник Украины прямо сейчас. Но вот от встречи Елена Зеленская отказалась. Я думаю, это было обусловлено тем, что ей нужно было сидеть рядом с Юлией Навальной, которая, в общем-то, при всём уважении к героической фигуре Алексея Навального, к которому тоже были вопросы, в части русского национализма, в частности, зигования, в частности, в части отношения к Украине на первых порах. Крым — это не бутерброды и так далее. В Украине очень хорошо помнят эту фразу. Юлия Навальная ведь никак не реагирует на войну. В том плане, как должна бы реагировать на войну? Должна бы сказать, что Украина является жертвой несправедливой войны фашистской России. Фашистская Россия должна полностью уйти с украинской территории и освободить все занятые территории и выйти на границы 1991 года. Юлия Навальная этого не говорит. Повторяю, Юлия Навальная этого не говорит. Поэтому, я думаю, исходя из этого, Елена Зеленская просто не захотела сидеть с ней рядом. Это нормальная реакция. Ну, не являясь адвокатом Юлии Навальной, все-таки предположу, что сейчас ее основной фокус направлен на внутреннюю историю. На выборы, на борьбу с убийцами ее мужа. И поэтому она не делает таких заявлений. Пока фашистская Россия не уберется прочь с украинской территории, ни о какой борьбе внутри России речи идти не может. Какая борьба внутри России? Россию способна разрушить сегодня только Украина. Ни российская оппозиция импотентная большей частью, ни Юлия Навальная при всем уважении. Ну, что они могут сделать? Они должны молиться на Украину сегодня, молиться на западный мир, потому что общими усилиями Украина и западный мир могут разрушить эту недострану. На самом деле и по поводу Алексея Навального много было вопросов к вам. Я их постараюсь объединить в такие кластеры, чтобы не занимать слишком много времени нашего разговора. Но, тем не менее, очень много внимания привлек ваш недавний стрим с Натальей Тиценко, кажется. Я могу сейчас ошибаться. Сейчас, извините. С Натальей Влаченко, прошу прощения, это моя ошибка. Где вы, в частности, в очередной раз высказали предположение о том, что Навальный мог быть связан с ФСБ, пока был жив. Вот спрашивают, почему вы так думаете? Откуда у вас такая информация? Чувствуете ли вы себя достаточно уверенным, распространяя такую гипотезу, такое мнение? На самом деле я ничего не распространяю. Я вслух размышляю. Значит, давайте я сразу зафиксирую главное. Алексей Навальный жил как герой, сидел как герой и умер как герой. Поэтому я абсолютно убеждён в том, что это абсолютно героический человек, который, будучи отравленным новичком и случайно спасённый на первой этапе омскими врачами, а затем уже окончательно спасённый немцами, когда немцы предложили ему остаться. Вместо того, чтобы остаться и вести свою борьбу из-за рубежа и в комфорте жить, как говорится, вкусно есть и сладко спать, он вернулся сознательно на каторгу, понимая, что может быть ликвидирован в результате. Поэтому герой однозначен. Теперь, что касается его возможной работы с ФСБ, я просто анализирую факты. Факт первый. Он закончил Российский университет дружбы народа. В советское время университет дружбы народа в имени Патриса Лумубы. Но это гнездо ФСБ, и раньше гнездо КГБ было. Оттуда, кстати, вышел целый ряд руководителей африканских стран, азиатских, которых там открыто вербовали, затем туда и приглашали. Это гнездо ФСБ. Раньше КГБ, теперь ФСБ. И это вам скажет любой человек, который знаком с этой ситуацией. Это первое. Второе. Алексей Навальный проводил блестящее расследование антикоррупционное. Но я вам хочу сказать, что вы меня извините, конечно, но без работы с соответствующими органами, которые могут слить те или иные материалы. Такие расследования провести не можете ни вы, ни я, ни кто угодно. У нас с вами нет входа в базы специальные. Ну давайте проведём расследование по Медведеву, полетаем на геликоптере или на дроне над его имением. Ну вы что, мы же взрослые люди тоже. Поэтому я думаю, это моё умозаключение, у меня нет фактов таких. Я думаю, что на первых порах Алексею Навальному те или иные башни Кребля сливали ту или иную информацию против своих конкурентов. Мне так кажется. Это моё мнение, имею на него право. Что не отменяет героизма этого человека? Светлая ему память. Ну что ж, вы как бы ответили на наш вопрос. Я думаю, что там дальнейшие какие-то рассуждения уже каждый сделает сам. Ещё вопрос из чата. Спрашивают, планируете ли вы интервью с главами государств. Потому что очень хвалят ваше интервью с Борисом Джонсоном. Просят ещё интервью с Майей Санду. В общем, есть ли у вас какие-то планы в этом направлении? Планы, безусловно, есть. Но есть и сложности. Потому что я принципиально не выезжаю никуда из Украины. За все два с лишним года полномасштабной войны я ни разу не покидал территорию Украины. А чтобы делать интервью с президентами, нужно две вещи. Или чтобы они приехали сюда, а здесь у них график такой, что там минуты не выкроешь. Или чтобы я поехал к ним. Вот к ним я поехать точно пока не могу. Пока идёт война. Закончится война, всё будет как прежде. А по Зуму они принципиально не дают интервью? Ну, это... Не, но главы государств по Зуму это не то пальто. Так, вот пишут нам в чате. Он, видимо, имея в виду Навального, просто брал инфу из открытых источников, которые прикрыли позже. Любой мог также усердие проявить. Ну, вот вам контраргумент, не знаю. Это контраргумент для человека неподготовленного. Поверьте, когда я это слышу, я могу только улыбнуться. Говоря про оппозицию российскую, которую вы, мягко говоря, критикуете, и сейчас даже в нашем интервью... Я её не критикую ни в коем случае. Я говорю о том, что она в массе своей импотентна, потому что её работа не приводит ни к каким результатам на территории России. А какой смысл в оппозиции? Вот когда я вижу, как там РДК и Легион Свобода, Свободная Россия и сибиряки, да, заходят на территорию России. Вот это работа, это я могу сказать, что да. Вот это Илья Пономарёв работает и другие товарищи, да. Или когда Гарри Каспаров делает какие-то серьёзные шаги, Михаил Ходорковский. Остальные болтуны на западные гранты, когда они что-то рассуждают, это не имеет никакого отклика в России и никаких решительных шагов россиян по свержению своего фашистского режима. А раз нет результатов, то нахрена тогда всё? Задаю я вопрос. А просто я как-то не заметил, может быть, у действий Каспарова и Ходорковского есть какие-то заметные результаты? Потому что для меня они лично, ну, примерно на одном уровне в плане конкретных каких-то действий. Я считаю, что у них есть конкретные результаты, о которых, ну, я не хочу говорить. Да, я считаю, что есть. Ну, я тогда как бы экстраполирую и делаю вывод, что акция «В полдень против Путина» у вас тоже не вызывает какого-то, не знаю, восхищения. У меня вызовет восхищение, когда Путина выкинут менее матери из Кремля. Вот это у меня будет восхищение. Я скажу, браво, россияне, браво. Вы не рабы больше. Вы люди действия, люди поступка. А пока эта сволочь пляшивая находится в Кремле и отдаёт приказы стрелять по украинским городам и убивать украинцев, пока этот мерзавец и негодяй, международный военный преступник, убивает сотнями тысяч русских людей, о чём вообще мы говорим? А я тогда просто… Мне очень любопытно, я когда слышу критику в адрес российской оппозиции, абсолютно, на мой взгляд, аргументированную, потому что действительно очень мало каких-то внятных действий и даже сейчас очень много внутренних каких-то конфликтов. Я смотрю на Беларусь, где чисто визуально в 2020 году, ну это, конечно, было откровение, сколько людей вышло, как это выглядело, но по факту сейчас Беларусь находится там же, где и Россия. Лукашенко власти, все видны оппозиционеры, либо сидят, либо уехали за рубеж. Вот вы видите разницу, что белорусская оппозиция в чём-то сильнее, лучше, как-то качественнее, или всё-таки это одного поля вещи? Белорусская оппозиция ещё слабее и хуже российской. Вы знаете, я человек системы действия и результата. И понимаю только систему действия и результат. У меня есть пример Украины. Два Майдана, в которых я принимал активное участие 2004 года и 2013-2014. Это была система, это было действие и это был результат. Мы показали всему миру и прежде всего своим бывшим собратьям по Советскому Союзу, как надо, если народ недоволен политикой руководства, как надо выходить на улицы и добиваться результата, и свергать ненавистное руководство. Мы два раза это показали. Ну а Россия что? А Беларусь что? Значит, не те люди, не та закваска, не те действия, не тот результат, соответственно. Но ведь разница в том, что в России и Беларуси диктатура, ну или, по крайней мере, автократия. А в Украине всё это время была демократия. И даже во время... Ну это же россияне и белорусы допустили такую автократию и тоталитаризм. Это же мы у себя такого не допускали, а они допустили. Это же к ним вопросы. Когда я говорю, что Путин там подонок, я прекрасно понимаю, что Путин никогда не смог бы руководить Россией, если бы не сами россияне. Такого не бывает, потому что он является их... Есть такое слово украинское особление, как это сказать, их воплощением. Воплощением. Вот. Они же его выбирают, они его любят. Они живут, как свиньи. Ходят в деревянные туалеты и любят Путина. И говорят, Америка? Да это ужасно. Так вы же поедете в Америку? А зачем нам туда ехать? Мы Россию любим, мы никуда ехать не хотим. Так вы же в деревянное очко ходите. Да, но мы любим Россию. Это наш русский путь. И мы хотим, чтобы все так жили, ходили на деревянное очко. Уродливая страна, уродская, просто рабская, подлая. Ненавижу их. Ненавижу. Мы поняли по этому эмоциональному спичу. Я хотел бы немножко перейти к более актуальным событиям, потому что тоже в телеграм-канале спрашивают. Не знаю, может быть, на более такую легкую почву перейдём. Про, так сказать, лидеров мнений, которые не являются политиками, но сбежавшие, уехавшие из России люди, которые высказываются, в том числе и в поддержку Украины и так далее. Вот недавно новый яркий такой скандал. Это Алла Пугачёва против Стаса Михайлова, видимо. Пугачёва так и не высказала, на мой взгляд, как-то напрямую ту самую поддержку, о которой вы говорили, когда говорили про Юлию Навальную. Но при этом она периодически очень так чётко вставляет уколы в сторону оставшихся музыкантов, певцов и так далее. Вот ваше отношение ко всему этому. Какое? Почему она до сих пор молчит? И какое к ней отношение у вас лично? Я Пугачёву очень люблю. С 1975 года, когда я впервые с чёрно-белого телевизора услышал в её исполнении песню «Арликина». Я считаю её… Давайте даже не говорить о том, какая она певица. Это понятно всем, она великая певица. Давайте даже не обсуждать её репертуар. У неё, как у великой певицы, великий репертуар. Давайте говорить о ней как о явлении. Но это явление, которое, смотрите, меняется один за другим. Брежнев, Черненко, Мандропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин. Вот уже Путин столько лет у власти. А Пугачёва есть Пугачёва. Это выдающееся явление в общественной жизни России. Это символ России. Символ. Символ России. Пугачёва. Не Путин — символ России. Таких людей же было на протяжении последних лет 50-60, не так много. Ну кого мы можем вспомнить? Давайте, вот символы России. Гагарин, да? Да. Высоцкий, да? Да. Пугачёва, да. Да. Ну давайте назовите кого-то ещё. Всё, мы больше никого не назовём. Их трое. Вот я сейчас размышляю вслух. Ну кого можем назвать символом России? Ну трое их. Вы имеете в виду вот именно того времени, 70-е, 80-е? Потому что так-то можно в историю уйти. И этого времени. Да, Высоцкий уже не символ этого времени. И Гагарин не символ этого времени. Но Пугачёва по-прежнему символ России. Я вот думаю, ну кого Вы назовёте из артистов, из писателей? Ну кого? Ну хочется там назвать кого-то? Бродского, Солженицына? Ну нет, нет. Это не тот общественный резонанс, не то общественное звучание. При всём уважении или неуважении. Сложные тоже персонажи. Вот, поэтому Алла Борисовна, у неё муж есть, Максим Галкин, выдающийся артист и выдающийся человек, который всё сказал из-за себя, из-за того парня, из-за Аллу Борисовну тоже. Алла Борисовна своими поступками сказала всё. Уехала из России, посмотрите периодически, какие песни она записывает, что она говорит. А что касается Стаса Михайлова, ну это вообще пыль. Кто это? Где он играл? Кто это? Распатланное существо, тупое вдобавок, которое поёт песенки. Ну так это же не явление, это не общественный фактор. Это вообще никто, о нём даже говорить не приходится. Мудак, правильно сказал Алла Борисовна. Мне сейчас режиссёр говорит, что у нас есть звонок, поэтому мы его примем. Алло? Да, я звоню из Риги. Я бы хотела спросить, задать вопрос. Дмитрий, вот вы сейчас так, кажется, обобщили по поводу всех россиян, хотя бы не все россияне такие, как высказали, по моему взгляду. Хотя бы могу сделать вывод по аудитории канала ДРМ. Но у меня вопрос к вам по поводу Валерия Соловья. Он находится в России, вы берёте у него интервью, сдаёте ему вопросы и говорите с ним, с человеком, которого вы уважаете. Хотя он остаётся на территории России, я же рискую предположить, что каким-то образом он, я не знаю, покупает товары в марине и платит налог за этот товар, и влияет в том числе, даже если не брать его в бэкграунд и так далее, влияет на, не знаю, идут деньги на вооружение российское. Тем не менее, вы продолжаете говорить в эфире и, кажется, довольно уважительно к нему относитесь. Вот что вы сказали по этому поводу? И все ли россияне такие? Всё-таки, учитывая, что есть много людей, которые выступают против тех чудовищных преступлений, которые были у Путина. Спасибо. Спасибо вам за очень интересный и хороший вопрос. Первое. Я никогда не скажу, что какой-то народ плохой. Весь. Это было бы глупо с моей стороны, и это не соответствует моим мыслям даже. Никогда я не скажу, что русский народ плохой. Я сформулирую свой подход к этому вопросу. Я считаю, что в массе своей русский народ отвратительный, агрессивный, хамский, такой скотский. И это обусловлено отрицательной селекцией. Это обусловлено десятками миллионов расстрелянных, высланных, убитых, сожжённых, замордованных, уехавших и так далее за все годы советской власти и после того. А что сейчас несколько миллионов не покинуло Россию? А что это худшие уезжают? Нет, конечно. В России и в русском народе есть достойнейшие представители своего народа. И я всячески аплодирую многим людям в России и русским по национальности в том числе. Беда в том, что их удильный вес в общем количестве этой быдломассы крайне мал, крайне низок, и они не способны изменить ситуацию к лучшему в России. Я сформулировал свою мысль. Теперь дальше. По поводу Валерия Соловья. Я с большим удовольствием делаю с ним интервью, потому что то, что говорит Валерий Соловей, чему я не верю, и я говорю это ему в каждом интервью, то, что вы говорите, я этому не верю. Но то, что он произносит, оно работает на скорейшее окончание путинской эпохи. И поэтому я делаю и буду с ним делать интервью, потому что когда Валерий Дмитриевич говорит, что Путин лежит в холодильнике, но это уже просто умер и лежит в холодильнике. Но это уже так смешно и так работает против Путина, что мне это нравится. Всё, что работает против Путина и против фашистской России, мне нравится. Я всё-таки немножко уточню. То есть русский народ неплохой, но плохой. Я ещё раз повторю. В массе своей, в массе своей. Он отвратительный. То есть когда речь... Я использую термин Юрия Афанасьева, который... Это был историк, директор Института истории в советское время, который сказал на съезде народных... На первом съезде народных депутатов СССР назвал подавляющее большинство депутатов «агрессивно послушным большинством». Блестящая формулировка Юрия Афанасьева. Я сошлюсь на него. Я считаю, что подавляющее большинство России является агрессивно послушным большинством, на фоне которого существует определённое количество умных, добрых, светлых, просветлённых, хороших, порядочных, чистых людей. Беда в том, что их мало, намного меньше, чем должно быть для того, чтобы были предприняты какие-то решительные шаги. Вот о чём я говорю. Мы, возможно, ещё продолжим этот разговор, но сейчас у нас снова есть звонок, насколько я понимаю. Алло? Алло, здравствуйте. Привет, Латвия. Привет, Киев. Я зову... Мне зовут Раоф. Я из Азербайджана. Я приветствую вас, Дмитрий Ильич. У меня пару вопросов к вам. Постараюсь задать вопрос лаконически. Я всегда смотрю ваши эфиры и внимательно смотрю, что у вас очень хорошая память. Как удается вам помнить всю эту историю или какие-то питания? Второй вопрос. Я из Азербайджана. Спасибо вам за поддержку азербайджанскому народу и нашему уваженному президенту Илхам Алиеву. Как вы думаете про отношения Азербайджана к Украине? Третий вопрос. Как работают, по-вашему, санкции? На как они работают? Эффективно или неэффективно? Четвертый вопрос. Как вы оцениваете президента Зеленского? Спасибо большое. Четыре вопроса. Как я оцениваю что Зеленского? В целом, как вы оцениваете, видимо, президента Владимира Зеленского? Запишите, пожалуйста, Артём, вопросы. А то Рауф сказал, что у меня хорошая память. Я сейчас оскандалюсь. У всех на глазах. Значит, первый вопрос был тренирую ли я память. Откуда я столько знаю. Я просто увлекаюсь историей. Тренирую я память только тем, что люблю есть азербайджанские гранаты и азербайджанскую курму. Это правда. Я люблю их есть. Я не знаю, ли они тренируют память, но я их люблю. Второй вопрос был про Азербайджан и отношения Азербайджана с Украиной. Значит, я близко к сердцу воспринимал борьбу Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности. Потому что при моём прекрасном отношении к армянскому народу, повторяю, при моём прекрасном отношении к армянскому народу, я прекрасно понимаю, что справедливость — это там, где соблюдаются границы 1991 года. Когда нет никакого Приднестровья, а есть Молдавия, Молдова, когда нет никакой Южной Осетии, Абхазии, а есть Грузия, когда нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Азербайджан, когда нет никакого ДНР, ЛНР и Крыма, а есть Украина. Поэтому высшая справедливость для меня в сохранении границ 1991 года. И когда Карабах отошёл к Азербайджану, я искренне этому радовался, потому что в этом было проявление высшей справедливости. И ещё больше я буду радоваться, когда Азербайджан и Армения станут ближайшими друзьями и экономическими партнёрами. А так и будет. И Турция. Так и будет. Увидите. Дальше. Отношения Азербайджана с Украиной очень хорошие. У нас любят Азербайджан. А вообще всё это так искусственно. Мой один из самых близких друзей азербайджанец. Мои две двоюродные сестры, наполовину еврейки, наполовину армянки. Ну что делить, слушайте. Я не понимаю вообще этих разделений. Я знаю одно, есть плохие люди и хорошие. Вот единственное разделение, которое существует. Надо всем жить в мире и быть аутентичными, быть самостоятельными, независимыми, и дружить, и всё. Вот что надо. И четвёртый вопрос... Да, дальше третий вопрос был о санкциях. Санкции работают, но слабо. Хотелось бы лучше. И четвёртый вопрос был о Зеленском. Я считаю, что президент Зеленский в военное время блестяще справляется со своими обязанностями президентскими. И я сторонник того, что в военное время внутри Украины мы не можем ругать своего президента, потому что это неправильно, это будет подтачивать нас изнутри, и это будет играть на Россию. И мы имеем одну цель — победу над фашистской Россией, которой мы идём под руководством избранного нами президента Зеленского. Говоря о выборах президента, я не могу не вспомнить о том, что, ну ладно, марта ставим в покое, но в ноябре будут выборы президента США. И один из двух главных кандидатов, Дональд Трамп, он чуть ли не в открытую говорит, что если станет президентом, то будет способствовать тому, чтобы минимизировать, а то и совсем отказаться, от помощи Украине, финансовой, военной, и будет призывать НАТО к тому же. Ну и мы слышали многие его другие громкие заявления. Насколько в Украине сейчас беспокоится о выборах президента США? Или это так далеко, что пока не является причиной для каких-то у кого-то волнения? Ну нет, я об этом думаю постоянно, потому что я заинтересован как украинец в том, чтобы Соединенные Штаты Америки, наш самый большой главный партнер и друг, продолжали осуществлять помощь Украине до победного конца. Конечно, риторика кандидатов в президенты Дональда Трампа настораживает и расстраивает. Но я прекрасно знаю две вещи. Первое. Предвыборная риторика очень часто далека от действий, когда люди избираются. И второе. В Соединенных Штатах не так, как в России, что президент скажет, то и будет, и он принимает один решение. Нет, решения принимают в Соединенных Штатах много людей, и президент выражает точку зрения этого большого количества очень серьёзных людей, которые, я уверен, никогда не бросят Украину, не предадут Украину перед лицом русской опасности. К тому же, кандидат в президенты, но он был президентом Трамп, он нестандартный человек. И уж точно он не будет избираться в президенты для того, чтобы капитулировать перед гопниками с питерской подворотней. Вот точно. Поэтому я не настроен пессимистично в случае избрания Трампа. Ну, у него известны его такие дружеские отношения. Не дружеские, но какие-то приятельствующие и комплиментарные его высказывания в адрес Владимира Путина и его там близкое общение недавнее, например, с Виктором Орбаном. Я не так оптимистичен, как вы, честно говоря. Это политика. А политика очень часто не публична. На публике одно, вне публики другое. Есть тонкости. Соединённые Штаты — это страна, где разработан целый механизм, и не один сдержек и противовес. Не бывает такого, что вот так, ах, и всё. Нет, так не будет. Что ж, спасибо большое. Дмитрий Гордон был у нас в гостях, украинский журналист. Спасибо вам. Спасибо, Артём. Да, до свидания. Будем ждать вас снова у нас в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok